Субтитры сделал DimaTorzok Ну чё, смотрели бой, как вам? Ну да, получилось посмотреть. Посмотрел его в кафе всей семьёй. Но на самом деле, если честно, я разочарован. Разочарован именно с Ирон. Почему? Потому что он ничего не показал? А вы считаете, показал? Нет, ну я считаю... Показал полное, полное, без боли и без характера. Ну, как будто он боец без характера. Ну, знаете, такое впечатление сложилось, что он вышел просто за деньгами. За хорошей крупной суммой, которую он получил в этом бою. Если же мы видели, да. По-моему, 2 миллиона гарантированно обещали. Если там не больше даже. Ну, это гарантированно. Понятно, что там ещё есть всякие различные моменты. Но, мне кажется, знаете, не красят эти бои в первую очередь самого Ирона. Коннор-то, конечно, в этом бою выглядел отлично. Показал себя с самой лучшей стороны. И для него здесь ничего нельзя сказать. Здесь он сделал всю работу на отличие. А Сироны показал себя просто безвольно. Да. Ожидали, что так быстро всё кончится? Или всё-таки думали, там будет, посерьёзнее будет борьба? Ну, мне казалось, что Сирона хоть как-то попробует обрезнуться. Хоть как-то попробует вообще хотя бы ударить Коннор. А он просто перекрылся с самого начала. С самого начала он перекрылся. И как-то, знаете, как будто боялся даже задеть Коннор. Не знаю почему, чтобы на него нашло такое. Как вам удары плечами, которые Коннор делал? Такими ударами вообще можно потрясти? Что это вообще такое? То есть, я никогда не видел. Ну, потрясти, знаете, на самом деле есть большие сомнения. Но, по-моему, он ему сделал этот фингал набил. Да, и нос разбил таким ударом. Да. Поэтому, ну, это действительные удары. Они часто в боксе применяются. И через боксах. И поэтому, ну, на самом деле они, наверное, имеют место быть. По крайней мере, в этом бою они помогли Коннору разбить Сирона. Ну, вы такие удары практикуете? То есть, сами когда в боях ваших? Насколько часто? Я просто особо сильно не замечал никогда. Ну, я, если честно, не раз такое не делал. Я не раз такое не делал. Знаете почему? Опять же, я не хочу говорить. Но для меня, я не очень люблю применять грязные штучки. Вот такие. Там, знаете, например, удары в колено. Чтобы на деле разгибалась нога. Или вот такие вот всякие грязные удары. И опять же, я не говорю, что это не нужно там наносить. Еще что-то делать. Просто я на них стремлюсь. Может быть, в будущем можно рассмотреть эти удары. Все было кончено после хайкика, правильно? Который прошел у Коннора в голову. Ну да. Да. Потом еще коленом было. Потом Серона начал искать, куда бы упасть. Подставил руку себе. Чтобы больно не удариться, да? Ну да. Потихонечку перешел в парту. Перекрылся. Ну и ждал остановки для Кирбдина. Мне кажется, не понимал, почему Кирбдин не останавливал. Ну вот, хотел как раз спросить, да. Вовремя вообще остановил он или как? Или можно было и пораньше уже? Ну, судя по тому, как дрался с Ироной, можно было и раньше. С Ироной бы нисколько не обиделся. С Ироной не пытался выжить в этом бою. Он не пытался как-то, знаете, что-то сделать, чтобы, ну не знаю, там реабилитироваться, как многие бывают. Но вспомните, даже тот же бой Андрея Корешкова. Алло, алло, слышно? Да, да, да. Она прервалась. Алло, слышно? Да. Я говорю, даже вспомнить тот же бой Андрея Корешкова против Клима, где во втором раунде Андрей просто фантастически выжил и, ну, вернулся в бой и провел его отличный бой. А здесь Ироной просто упал и просто ждал. У него бы была возможность, согласитесь, там даже ударить с ноги в голову, попытаться скидывать. Что бы он не притынил. А что насчет популярного мнения, что бой был подставным, договорным? Что думаете? Ну, вообще, насколько я знаю, в организациях обычно это не практикуется. Тем более в американских, потому что все-таки это очень сложно практиковать, потому что, не дай бог, это как-то обнародуется или докажется, если докажется. То сразу же потеряется лицензия, огромные штрафы и так далее. Здесь, видите, здесь, ну, бывают бои похожие, я не спорю, бывают. Но, опять же, поймите, если один из бойцов не хочет драться, если он выходит там за чеком или так далее, если он не хочет терпеть боль. И происходят такие бои, как Сирона, и они кажутся договорными. Но, опять же, тут нужно спрашивать самого бойца Сирона. Почему он так дрался, это нужно ему задавать такие вопросы, мне кажется. То есть, тут дело в том, что просто, ну, один боец хотел драться меньше, чем другой, и вышел, скорее, за чеком, чем... Я даже не так слышал. Один не хотел драться, а второй хотел войти. И, понимаете, когда вот, например, то же бывает, кто-то там не хочет драться. Ну, видели, наверное, многие спички там на улице даже, как происходит. Кто-то там сильно агрессивно бьет, тот также перекрывается, это похоже на Сирона. И начинает потихонечку падать, потом его запиливают, и все. Ну, такая же ситуация была. Ну, реванш с Хабибом после такого стал вообще интереснее как-то, или реальнее? Да он и не без такого был интереснее, согласитесь. Ну, коммерчески-то точно, да. Да, со всех точек. С точки зрения коммерческой, ну, давайте честно, у Хабиба в жизни в его был самый-самый рейтинг. Бой это с Коннором. Ну, давайте честно. Конечно. И если он опять выделится драться с Коннором, то сейчас этот бой будет, ну, не знаю, раз в пять минимум рейтинговый, чем первый, согласитесь. Там будет такая история, там такой интерес, поэтому, ну, не знаю, по крайней мере, Коннор сделал хороший шаг к этому. Он хорошо о себе заявил. Сейчас дело с Хабибом. Ну, если все-таки сделают такой бой, исход может как-то отличаться от первого боя? Ну, мне кажется... Не, ну, мне было бы интересно посмотреть на Непьяного города, потому что в первом бою мы видели больше алкоголика, наверное, начинающего, который пришел на пресс-конференцию с бутылкой виски и ее почти всю приговорил за несколько дней до боя. Ну, представьте, о какой вообще выносливости, о какой функционалке, да, и вообще подготовке можно говорить, если человек пришел с искорем на пресс-конференцию. То Ксероне он заявил, что он сделал выводы, он перестал пить. Было что-то? Было, да. Верите, кстати, к тому, что реально перестал? Ну, сто процентов верю. Я сто процентов верю, потому что у него даже цвет лица больше. Ну, согласитесь, давайте посмотрим. Но, по крайней мере, мотивация была, она присутствовала. А мотивация, вы знаете, на пресс-конференции с Хабибом я увидел мотивацию. Ну, пришел такой пьяный дядька, никого не чувствует, всех порву, всех разорву. Ну, сейчас я Хабиба перееду, и получил за это. А в этом бою он был сконцентрирован, он был смотивирован, даже меньше говорил. Да, да вообще не сравнить просто, да, чем то, что... Да, не сравнить. Поэтому мотивация-то была колоссальная. Если с такой же мотивацией, было бы, конечно, интересно посмотреть. И знаете, интереснее было с какой точки мне, как противнику алкоголя. С какой? Потому что могли бы подтвердиться слова. Что если ты не употребляешь, ты более успешный, чем тот, кто употребляет. Но согласитесь, была бы возможность это проверить. Да. Довольно интересно. Ладно, Александр, спасибо большое, что согласились обсудить, поговорить. Хорошего вам отдыха, я так понимаю, в Таиланде находимся. Счастливо. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров MA.